если вы что-то не понимаете поднимите руки слушайте очень внимательно это очень важная тема постарайтесь неукоснительно следовать всем этим наставлением всю свою духовную жизнь если вы действительности желаете обрести чистая бакты найти истинное счастье в этом мире здесь сочетание махапарбу подчеркивает важность саду санги но если вы не находитесь саду санги в общении с возвышенными вайшнавами не слушайте харикатку и не оказывайте служения то тогда вы никогда не сможете встать на путь чистой преданности вы будете пребывать в заблуждении считая то чем вы занимаетесь является шуда бакте но на самом деле это бакте смешано с кармой гьяной отражение утома бакте лишь только в саду санги воспевая святые имена слушая харикатку выполняя служение вы сможете реализовать что такое чистая бакте но если вы не в саду санги вы не состояние будете развить бакте что говорить о бакте вы не сможете вырваться из колеса рождений и смертей этого мира жил один царь которого звали рахунад очень образованные однажды он решил отправиться к одному очень возвышенному преданному которого его звали капиладев он являлся инкарнацией самого господа царь отправился в путь на паланкине и за сукрити которые он накопил за свои прошлые воплощения царь имел шанс обрести общение с барата махараджа который нес паланкин царя царь принялся ругать его ты такой слабый немощный не можешь правильно идти я царь праве наказать тебя преподать тебе урок на всю твою жизнь ты знаешь об этом постарайся идти прямо не раскачивая паланкин барата махарадж подумал если я обязан нести этот паланкин у меня нет никаких возражений а если эта личность является царем я должен исполнить его приказание барата махараджа обратился к царю на самом деле ты являешься царем сколько дней когда ты родился был царем а после смерти останешься царем ты говоришь о том что я толстый на самом деле я не являюсь этим телом ты видишь окружающий мир с помощью материального зрения кто-то худой а кто-то толстый но я являюсь отмой крошечнее чем самая мельчайшая частичка воздуха затем барата махарадж принялся рассказывать царю открывая ему философские истины царю очень удивился спустился скал спаланкина и со сложенными ладонями спросил кто ты барата махарадж ответил я тот самый барат в честь которого эта земля была названа барата вашей я являлся императором всего мира в течение пятидесяти тысяч лет а затем оставил царство у это ты тот самый барата махарадж который принадлежит нашей династии царь тот же обрел очень сильную веру и должное почтение начал задавать вопросы это что ему ответил барата махарадж полностью удовлетворила его сердце последнем наставлении поясняется ты являешься царем но без милости чистого преданного который является махат кришну называют махан который является обители у всех махат кто-то поклоняется богу солнцу воздуха огня полу богам прилагает собственные усилия обладая очень сильной настойчивостью повторяет святое имя но если он не обретет общение с чистым преданным всегда будет считать что его бесполезная деятельность является чистым бахте я вижу многие полагают что они совершают утома бахте распространение книг считая что это истинная бахте с помощью которой они смогут отправиться на галоку в риндавана а первым в списке брамананда в течение всей недели он являлся лидером распространения книг но он не смог реализовать милость духовного учителя и где он сейчас и не только брамананда тысячи преданных находятся в таком же положении искренне считая что они совершают бахте но на самом деле они находятся за тысячи миль от истинного бахте повторяют святые имена но то что они практикуют является кармой деятельность ради получения плодов таким образом они отклоняются от духовной практики чтобы насладиться плодами своего труда некоторые преданные желают измениться прийти к нам но их ложное эго не позволяет это все карма если махат возвышенный вайшнав находясь в его общении под его руководством выполняя служение самым простым способом например убирая его туалет как шинаратам дастакур какое служение он оказывал своему духовному учителю шилаканатхадасвами убирал его туалет и далее что произошло шинаратам дастакур его имя означает нарайана утама это сам шри кришна без махат крипы невозможно обрести вайшнавские качества практиковать шуда бахте без милости чистого преданного вы не должны искусственно развивать веру святые имена слушание хрикатхи а развить ни с чем сравнимую веру лотосной стопы махат истинного духовного учителя и вайшнава и под их руководством памятуя повторяя святые имена слушай хрикатху выполняя служение вы обретите квалификацию достичь уровня утама бахте и не только следуя практике анг бахте таких как шраванам киртанам вишну смаранам патасеванам а просто убирая туалет подметая все это является чистым бахте дали еще читание махапрабов продолжил кришна настолько великодушен и беспричинно милостив даруя наставление арджоне что явилось абсолютным благом для всего мира шила гурудэ цитирует шлоку которая является сутью сей шимат бхагавадгиты это сарва гусья там суть бхагавадгиты все читания махапрабу не отверг значение этой шлоки сказав это бхагия внешние кришна лично сам обращаясь к удову произнес мои вражагопи являются лицетворением нам нам обхаво никто не может сравниться с ними во всех мирах удова ты должен срочно пойти и успокоить мои гопи не старайся сделать это с помощью своего интеллекта образования просто передай послание от меня вы знаете что такое нам нам обхаво я объяснял много раз прежде каково значение нам нам обхаво всегда пометуй обо мне сосредоточь свой ум размышляя обо мне каким образом одна только что вышедшая замуж гопи переехала с варшаны в надаган она слышала много раз повсюду говорили о прекрасном юноше которого зовут шьям лучезарно улыбаясь он источает восхитительные мелодии играя на флейте и точно же похищает сердца всех окружающих и никогда их больше не возвращает гопи обрела большое желание увидеть кришну шти кришна вечером возвращаясь из леса в окружении своих многочисленных друзей и коров сознательно направился к дому этой гопи гопи находилась во дворе со своей свекровью и залогкой гопи уже была готова выбежать на улицу но ее свекровь запретила не ходи о моя мать почему на дороге находится черная очень ядовитая змея которая тот же укусит тебя и если этот яд проникнет твое сердце ты уже никогда не сможешь от него избавиться но почему твоя дочь идет я говорю тебе потому что только что приехала посмотри все женщины идут матери и сестры только что вышедшие замуж гопи все бегут на встречу с кришной даже старые и слепые только ты меня одно останавливаешь лучше будет если ты останешься а я пойду я должна увидеть кришну а то что со мной произойдет об этом я буду размышлять позже гопи побежала к воротам выглянула на улицу и в это самое мгновение кришна виртуозно схватил за хвост одного здорового теленка который высоко подпрыгнув побежал к этой гопи которая смотрела на кришну не отрывая своего взора кришна точно же приблизился нежно улыбаясь своей преды прикоснулся к ее подбородку и в это самое мгновение гопи вблизи увидела прекрасное лицо кришны их глаза встретились и точно же кришна очень искусно похитил ее сердце и ум гопи совершенно обезумела ее сердце и ум были навсегда украдены кришна исчез а гопи продолжала стоять подобно статуе много времени прошло наконец ее свекровь подошла и спросила я предупреждала тебя не ходи эта змея обязательно укусит тебя и теперь ты всегда будешь переполнена этим ядом с большим трудом свекровь привела гопи в дом подумала что же мне делать затем решила чтобы отвлечь ее занять работой приказала принести горшок для взбивания йогурта ты должна взбить йогурт гопи пошла в комнату взяла горшок полагая что это горшок для взбивания йогурта но в этом горшке хранились горчичные зерна гопи принесла этот горшок начала взбивать горчичные зерна свекровь подошла сказала ты сошла с ума что ты делаешь вместо йогурта взбиваешь горчичные зерна свекровь еще раз убедилась что гопи совершенно потеряла разум Кришна навсегда похитил ее сердце и ее ум свекровь принесла большой глиняный горшок поставила его на голову гопи затем добавила два горшка сверху поместила три горшка на ее плечо а в другую руку дала ей ребенка и веревку приказала пойди принеси воды из колодца гопи точно же пошла но из-за того что ее ум был похищен она подошла к колодцу опустила все горшки на землю затем ребенка из веревки сделала петлю чтобы связать горшок и набрать воды но ничего не различая вместо горшка она накинула эту веревку на шею ребенка окружающие гопи закричали что ты делаешь в тебя всевелось привидение пхут означает привидение некоторые гопи предположили это не привидение это нанда пхут нанда означает сын нанда махараджа а слово пхут указывает на привидение многие риши, муни мечтают обрести нам намо пхаво Арджун обратился к Кришне Кришна как же я могу следовать и практиковать нам намо пхаво находясь на поле битвы я обязан сражаться как я могу повторять святое имя махамантру танцевать я окружен врагами хорошо сказал Кришна если ты не в состоянии практиковать нам намо пхаво совершай арчину Арджуна тот же ответил а где же я возьму перифиналии чтобы совершать арчину если я буду очень занят в это время враги подойдут и убьют меня хорошо тогда со сложенными ладонями а давай пранамы какие пранамы в полном настроении предания шаранагати о мой господь все что у меня есть ум тело речь чувства я предлагаю твоим лотосным стопам это чистое об акте нам намо пхаво далее все читания махапрабу продолжает объясняя процесс как мы можем это практиковать сколько время я планировал продолжить объяснение но к сожалению очень поздно я хотел бы лишь только добавить каково значение этой шлоки каждый в состоянии совершать бхакти обладая очень сильной верой большой настойчивостью то кто практикует бхакти развивая очень прочную веру сильную настойчивость тогда все его желания в сердцах будут исполнены что такое ашратха что означает обрести веру преданный должен развить ни с чем не поколебимую веру большую настойчивость если я буду служить кришне повторять святые имена пометовать оказывать служение то тогда моя жизнь обретет успех в это все включено моя работа мои обязанности долг перед обществом семьей родителями если я смогу обрести трансцендентную веру следуя словам Шри Гуру Священных Писаний и Шри Бхагавана что является утома бхакти на самом деле это очень редко преданные обладают шратхой но она очень слабая некоторые преданные разбили трансцендентную веру но в большинстве их вера очень слабая лишь только в саду санги вы сможете реализовать трансцендентную параматрик шратху кто является квалифицированным практиковать утома бхакти лишь только тот кто обладает трансцендентной верой в соответствии с уровнем преданных бхакти в свою очередь разделяются на три категории каништха матьяма и утома преданные которые обладают различного уровня шратхой завтра я продолжу свои объяснения в заключение хотел бы сказать не забывайте о том о чем я рассказываю не возвращайтесь домой с пустыми руками вы должны вернуться в свои дома обретя духовное богатство в чем оно заключается в обретении духовных знаний все о чем вы слышите возьмите глубоко свое сердце тогда вы обретете квалификацию развить утома бхакти всегда старайтесь следовать этому духовному процессу когда вы вернетесь в Европу а я в Индию никогда не читайте что мы расстались с вами всегда с вами и я так же всегда пометуйте о нас и тогда вы обретете могущество станете очень сильными не будьте слабыми постоянно воспевайте святые имена пометуйте о Господе и все и все Субтитры сделал DimaTorzok